Добро пожаловать в мою творческую мастерскую! Меня зовут Светлана и сегодня мы с вами начнем готовиться к Новому году. И предлагаю вам сделать вот такие красивые новогодние шарики для елки. Для основы вы можете взять старые, надоевшие вам шарики. Желательно, конечно, брать пластиковые и без разного декора. Если будут какие-то блестки на шарах, их, конечно, можно удалить, но довольно сложно. Поэтому берите гладкие шарики. На пластиковых шарах после отливки остается вот такой некрасивый стык, от которого лучше избавиться. Снимаем пластиковый держатель, но не выбрасывайте его, так как он нам потом пригодится. Шарики мы будем окрашивать. Вот были два одинаковых шара, как выглядит до окрашивания и после. Первым этапом нам нужно удалить вот этот некрасивый стык от отливки. Для этого вы можете использовать наждачную бумагу. Я использую пилку старую для ногтей, так как это удобно и удобно держать. И легкими движениями спиливайте до ровной поверхности. Трогайте рукой, проверяйте, чтобы не было никаких заусенцев. Буквально несколько движений и шарик будет гладкий. Для сушки окрашенных шариков нам понадобится вот такой кусочек полистирола и шпажки, которые мы будем так вставлять в шарики и втыкать в кусочек пенопласта для более равномерной просушки шариков. Для окрашивания я беру обычную строительную акриловую краску. Чаще всего либо это моющаяся для стен, либо фасадная краска. Окрашивать можно как кистью, так и губкой. Выбирайте, что вам удобнее. Я и тем, и тем крашу. Губкой получается более ровный слой, но кисточкой можно добраться в разные труднодоступные места. Первый слой я всегда наношу белым цветом в качестве грунтовки. Ждем, когда высохнет. Колирую краску я обычным строительным колером, который подходит к моей краске. Добавляйте по чуть-чуть, маленькими порциями. Лучше сначала сделать светлый цвет. Если он вам покажется слишком светлый, вы сможете добавить колер еще и получить более яркий оттенок. Тщательно размешайте краску перед нанесением. Окрашиваем шарики цветной краской. Наносите несколько слоев. В среднем я крашу 2-3 слоя цветной краской, тщательно просушивая каждый слой. Пока сохнут шарики, можно заняться изготовлением бантиков. Разрезаем ленту атласную шириной 2,5 см на отрезки длиной 20 см. Для одного бантика нам понадобится 2 отрезка. Сгибаем ленту пополам, чтобы обозначить середину. Загибаем два конца ленты к середине, делая нахлёст примерно в 1 см. Сшиваем иголкой одну часть бантика. Точно так же нам нужно сделать вторую часть. Сшиваем обе части вместе. После предыдущего мастер-класса, кто видел, я вырезала там очень красивые резные листики. Остались вот такие обрезки. Решила я их использовать. Мне их стало очень жалко выбрасывать, поэтому выбрала самые крупные. Склеиваю их пополам, а также между собой. И вот такой в результате бантик симпатичный у меня получился. Наклеивайте в центр бусинки, стразы, все что у вас есть. И соединяем все вместе. С помощью вот такого силиконового молда я сделала лепнину из полимерной глины. Учтите, что полимерную глину нужно запекать в духовке. Читайте инструкцию на полимерной глине. Свою я запекала прямо в молде при температуре 130 градусов, полчаса. А также я буду использовать вот такие основы для броши. Ссылку на то, где я приобрела основы для броши и силиконовый молд, я оставлю в описании. После того, как шарики высохли, одеваем обратно держатель для ниточки. Сверху я еще оклеила влитерным фоамираном. Декорировать сам шарик я буду кружевом. Кружево берите обязательно эластичное, чтобы обтянуть шар плотно. Приклеиваем один край, обтягиваем шар кружевом и фиксируем другой край кружева. Заворачивайте и подклеивайте все края, чтобы ничего не торчало из-под лепнины. Крепим весь подготовленный декор к шарику. Для начала мне нужно приклеить основу для брошек к лепнине. И так как горячий клей плохо держит металлические части, я буду клеить ее на суперклей. Приклеиваем готовый бантик к передней части шарика. И также нашу рукотворную лепнину с красивой блестящей брошью клеим на стык кружева в центр шара. Вот такой нежный комплект у меня получился. Маленькие шарики делать гораздо проще. Комбинируйте различные ленты кружева. Можно использовать различные стразы, цветы из фоамирана. Да все что угодно. Также можно сделать коробочку соответствующую содержимому с таким же декором. Понравился мастер-класс? Не забудь подписаться на канал, поставить лайк этому видео. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»